Главной целью призывной комиссии является определить категорию годности призывника к военной службе. В частности, на медицинском освидетельствовании ему может быть присвоена категория годности B3 или B4. Для того, чтобы понять, куда возьмут призывника в результате такого решения и что его может ожидать, нужно разобраться, что означает буква B и цифры 3 и 4. Давайте разбираться. Приветствую, на связи НьюСолдат. Начинаем. Что означает буква B в категории годности? Буква B, как и любая другая буква в категории годности, определяет ограничения при прохождении военной службы призывником. Если у призывника будут обнаружены какие-то несерьезные проблемы со здоровьем, то ему будет присвоена категория годности к службе в армии B, годен с ограничениями. Она означает, что у проходящего призыв гражданина были обнаружены некоторые небольшие проблемы со здоровьем, которые, однако, не мешают проходить ему службу в рядах Вооруженных сил РФ. Например, это может быть отсутствие четырех передних фронтальных зубов на одной челюсти. Таким образом, призывника, скорее всего, возьмут не во все, а только в некоторые части специального назначения, какие конкретно будет зависеть от выявленных заболеваний. В группу заболеваний, из-за которых может быть присвоен этот разряд годности, входит обширное число болезней из документа «Расписание болезней», которые используются членами медкомиссии при военкомате в процессе определения призывниками их категории годности. В связи с такой ситуацией было введено такое понятие, как «показатель предназначения», что разделяет категорию B на четыре отдельные подгруппы. Присвоение категории B на медкомиссии. Чаще всего молодым людям, которые проходят медицинское освидетельствование в стенах военкомата, присваивается одна из модификаций категории пригодности B. Изначально необходимо принять тот факт, что без прохождения медицинского осмотра в военкомате юношу не могут поставить на учет, а уж тем более отправить на срочную службу в армию. Члены медицинской комиссии, которые являются врачами из разных медицинских областей, по результатам первичного осмотра потенциального солдата, могут вынести решение о присвоении ему какой-то из существующих категорий пригодности. Согласно действующим правилам и положениям, врачи медкомиссии при военкомате не могут самостоятельно определять диагноз. Они имеют право лишь констатировать факт наличия того или иного заболевания у призывника на основании имеющихся медицинских документов, справок и выписок, а также по результатам проведенного осмотра. В некоторых случаях для подтверждения подозрений врачей о наличии определенной патологии у призывника он может быть направлен на прохождение углубленного обследования в рамках клинического стационара. Лишь после получения итоговых результатов диагностики состояния здоровья молодого человека члены медкомиссии принимают решение о присвоении категории годности. Если же призывник не согласен с итоговым приговором медкомиссии, то он его может обжаловать в судебной инстанции. Стоит отметить тот факт, что при начале судебного разбирательства в отношении оспаривания результатов медицинского освидетельствования парни не могут отправлять в армию ровно до момента вынесения судебного решения. Друзья, напишите в комментариях, был ли у вас в жизни случай подобных судебных разбирательств и чем они в итоге закончились. Процесс осмотра врачами на медкомиссии предполагает ориентирование на внешние проявления патологий и заболеваний, а также на имеющиеся медицинские справки и амбулаторные карточки призывника. Кроме того, члены медкомиссии должны изучить результаты таких анализов, как анализ крови и мочи, флюорография, ЭКГ, выписки из медицинской карты и иные справки и документы, что могут быть получены по результатам проводившихся обследований. После того, как каждый врач завершает свой этап осмотра потенциального солдата, в деле призывника указывается категория годности. Глава медицинской комиссии на основании полученных оценок от различных врачей вносит конечное решение о предоставлении призывнику его категории пригодности для службы в армии. В том случае, если у разных членов комиссии будут различные мнения в отношении категории годности призывника, то ему будет поставлена низшая из тех, что определялись врачами. Если все врачи поставили парню категорию B, а один из них решил поставить V, то призывнику будет присвоен разряд V. После утверждения членами комиссии конечной категории она будет занесена в военный билет призывника. Категория годности B3. Заболевания и какие войска. Подгруппа B3 среди большинства призывников пользуется наибольшим интересом. Это связано с тем, что в данную категорию входят почти все болезни и патологии, что включены в общий список расписания болезней. Данная категория присваивается при наличии несущественных проблем со здоровьем, возникших на фоне аллергий, переломов и других заболеваний. Все призывники с категорией B3 являются годными для прохождения срочной армейской службы, но с определенными незначительными ограничениями. Рода войск, где может проходить службу призывник с категорией B3. При категории B3 молодой человек не допускается на службы в элитные войска и подразделения специального назначения. Для призывников с категорией B3 предусмотрен режим несения воинской службы с существенным снижением уровня физической нагрузки. Какие военные профессии доступны при категории B3? Естественно, что каждого призывника, которому была поставлена категория годности B3, интересует, какую должность он сможет занимать и в какие войска его отправят служить. Молодые люди, которые попали под эту категорию, смогут рассчитывать на такие специальности. Первое – работа на складе, где обеспечивается хранение автомобильного топлива. Второе – водитель БМП, ЗРК или БТРа. Третье – призывник может быть членом экипажа этих машин. Четвертое – доступна служба в зенитно-ракетных войсках. Пятое – есть вероятность служить во внутренней службе МВД. Опять же, делимся в комментариях своим опытом. У вас была категория B3? Где вы служили? И насколько здоровье позволяло справляться с обязанностями? В том случае, если призывник отказывается признавать итоговые результаты медицинского освидетельствования в военкомате, то он имеет возможность их оспорить в рамках судебного разбирательства. Подача такого иска в суд производится до момента отправки призывника в воинскую часть для прохождения срочной службы. Для правильного составления иска крайне рекомендуется обращаться за помощью к квалифицированному юристу, что поможет существенно повысить шансы на положительный итоговый результат. Нормы медицинского освидетельствования для категории B3 Призывник, который получает категорию B3, должен соответствовать таким нормам медицинского освидетельствования. Первое. Окулист определяет остроту зрения без коррекции, которая приравнивается 0,5-0,1. Второе. Распознавание цветов. Третье. Отсутствие дихромазии. Четвертое. Понимание шепотной речи. И пятое. Рост должен быть не менее чем 155 см и не выше чем 180 см. Конечно, для каждой профессии существуют свои требования, поэтому комиссии они должны учитываться при распределении молодых людей для прохождения воинской службы в армии. Как оспорить категорию B3 через суд? Повторно проверить, правильно ли была назначена призывнику категория B3 и какие войска подходят для его службы, сможет специальная комиссия, в которую входят экспертные органы. Именно они проводят контроль и осмотр молодого человека. Учитываться будет не только физическое здоровье, но также психическое. На основании этого и делается вывод, какому роду деятельности можно привлечь будущего бойца. Чтобы суд назначил пересмотр категории, необходимо еще и предоставить объективную причину. Как правило, с такими просьбами обращаются в случае, если необходимо категорию уменьшить, чтобы можно было получить отсрочку от службы. В некоторых случаях и полное освобождение. Многие, кто отправляются на службу в армии, всерьез задумываются над вопросом, куда возьмут с категорией B3, но переживать сильно не приходится, так как даже с этой категорией выбор войск довольно обширный. Как видим, категория B3 сильно не ограничивает призывника и оставляет перед ним практически все те же возможности, которые есть и у других призывников. Например, многие молодые люди, отслужив в армии, потом идут на службу в МВД. Попасть в элитные подразделения с такой категорией не получится, поэтому это надо учитывать при прохождении комиссии и сразу выражать несогласие с категорией установленной комиссии. Категория годности B4, заболевания и какие войска. В отличие от иных подгрупп, B4 отличается еще более серьезно сниженным объемом допустимой нагрузки для солдата, проходящего срочную службу. Одновременно с этим, если призывнику будет присвоен разряд B4, то он все же не сможет никак избежать призыва. Правда, стоит отметить, что в данной ситуации возникают более серьезные ограничивающие факторы при выборе возможных родов войск. Для граждан с категорией B4 это будут следующие войска и должности. Первое — воинские части связи и радиотехнические части. Требования — острота зрения с коррекцией 0501, шепотная речь 5 к 5. Второе — спецсооружения, специалисты охраны и обороны боевых ракетных комплексов. Требования — острота зрения без коррекции 0501, шепотная речь 5 к 5, отсутствие цветовой слабости 3 или 2 степени, отсутствие дихромазии и рост не выше 180 см. У остальных воинских частей Вооруженных сил РФ следующие требования. Острота зрения с коррекцией 0501 или 0404, шепотная речь 1 к 4 или 3 к 3. Категория годности B4 означает, что вас призовут в армию. Если вы не согласны с таким заключением о состоянии вашего здоровья, то вы можете обжаловать результаты медицинского освидетельствования. Также вы можете обжаловать решение призывной комиссии, что на практике оказывается более эффективным. B4 делимся своим опытом службы в армии. Активнее оставляем свои комментарии под видео. Можно ли изменить категорию годности B? На сегодняшний день широкого распространения приобрела практика, когда призывники, имеющие все показания для получения категории В, в своем деле получают отметку о присвоении им категории B4 или B3. Чаще всего такие ситуации возникают под конец призывной кампании, в связи с тем, что военному комиссариату необходимо каким-то образом восполнить недобор солдат-срочников. Для решения подобной проблемы существует несколько достаточно эффективных методов. В том случае, если призывник не получил на руки итоговый акт медобследования, то он может в административном порядке подать прошение о направлении на дополнительную углубленную диагностику состояния организма. Стоит учесть тот факт, что часто призывнику назначают неполный список необходимых обследований, что может затруднить процесс выявления имеющихся патологий и заболеваний. В конечном итоге это приведет к тому, что молодому человеку будет присвоен неверный разряд пригодности. По этой причине крайне важно знать точный список необходимых обследований. Также рекомендуется детально изучить все медицинские записи в собственной медкарте. В том случае, если члены медкомиссии приняли решение о назначении той или иной категории годности, то их решение можно попытаться обжаловать с помощью вышестоящей комиссии. Для этого достаточно составить прошение на имя военного комиссара о назначении дополнительной медицинской комиссии. Если даже такие меры не помогли изменить категорию годности, то единственным выходом будет обращение к независимым медицинским экспертам с последующей подачей искового заявления в судебную инстанцию. Для получения положительного результата призывнику придется изучить определенные законы и нормы, регулирующие процедуру призыва. Для перестраховки лучше будет обратиться к юристу, что разбирается в подобных делах. Именно он будет представлять интересы призывника в суде. При наличии медицинских справок и выписок, что подтверждают диагноз призывника, который не позволяет ему проходить срочную армейскую службу, есть все шансы выиграть дело и изменить категорию «Б» на «В», что позволит избежать призыв в ряды российской армии, если вы того действительно хотите. На этом все. С вами был Нью Солдат. Новые и интересные материалы совсем скоро на нашем канале. А пока что оцените этот сюжет. Насколько он был интересным и полезным для вас? Ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok